Чьи-то вещи или разных людей вы просто собрали? Вы знаете, это такой собирательный образ среднестатистического советского гражданина, ну, наверное, все-таки 60-х, 70-х годов, который вот много переезжал, много видел, как и в принципе большинство, наверное, жителей СССР, Советского Союза, которые побывали на стройках, которые родились в революционный или послеволюционный период и прошли все веки страны вместе с ней, собирая оттуда разные близкие себе вещи, храняя свои личные дела, перевозя их с места на место, памятные открытки, например, вот как на память из Москвы, да, о путешествии, такая открытка, которая делается вручную, ну, с какими-то дарственными даже надписями. В этом чемодане хранится очень много документов, достать их все невозможно, но зрители смогут включить такой старый фонарик и подсмотреть, что там находится, разделительные записи, личные дела, старые газеты, патефонные пластинки и журналы, и на всякий случай банка с солеными помидорами, потому что непонятно, куда занесет судьба, на какой полустарок, и как это может пригодиться. Так, то есть этот зал, эти плакаты, чемоданы, и вот журка, терапийка, это все как продолжение того, что мы видели в прошлом зале, да, и как вот не нужно понять, что вытекает из оттуда? Этот зал, он плакатный, он другой составляющий немножко, но он, безусловно, полностью вторит основную идею проекта «Купание красного коня» Дмитрия Блоткина. Здесь была задача показать на фоне официальной, наверное, агитационной какой-то продукции, плакат, массовая, тиражная, прекрасная, которая сохранилась до наших дней, какие-то планки, которые ставил государство для людей. С одной стороны, это вопиющее, наверное, слишком агитационно где-то выглядит, но с другой стороны, на фоне проекта того зала и работы, мы видим хронику реальных событий, и вот эти плакаты, как яркие картинки, на которые нанизывается жизнь вокруг. То есть это определенный светоч, дающий силы в том числе, как это ни странно показалось. Хотя это жесткая агитационная продукция, часто вызывающая сегодня даже, ну, легкую смешку, что это, наверное, даже слишком. И, наверное, красный цвет, по-разному, да, представлено, в том зале и не вот в этом? Знаете, в этом зале очень много красного цвета. Здесь, конечно же, мы переплетаемся и уходим к Петрову Володкину, да, купание красного коня, прекрасно, потому что здесь красный цвет, даже в периоды разного становления, там, в Советской Республике, он разный, от Кумачевого до более спокойного, уже переходящего в оранжевый, на каких-то лентах наградных, да, позднесоветского периода, периода оттепели. Красный цвет красной нитью проходит на протяжении всего проекта, всех двух выставок и двух этих залов. Все, спасибо.